Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как связать вот такую шапку тунисским крючком из пряжи. Она как велюр. Пряжа 100% микрополиэстер. В 100 граммах 120 метров. Пряжа такая вот мягкая, как велюр или плюш. Вот из нее будем вязать. Значит, на основе этого узора можно связать снуд. И можно связать эту же шапку, но только без резинки. Расскажу, как рассчитать. И покажу, как я вязала. Вязать буду из стопроцентного микрополиэстера. 100 граммах 120 метров. Цвет шоколад. Пряжа Тедди. И точно такого же качества цвет шампань. Кстати, хочу сказать, эта пряжа, она как велюр или как плюш. Ее можно стирать. Ручная стирка. И гладить можно. И указано, какими спицами или крючком вязать. Вот номера. Вязать будем по принципу параллелограмма. Вам нужно связать образец и измерить вот эту часть перпендикулярно. То есть вот здесь должен быть прямой угол. Вы когда свяжете образец и вот эту часть замерите. И это у нас будет глубина шапки. Глубина. То есть от бровей до макушки. Когда свяжете образец, надо учесть, что вот здесь надо еще ставить на резинку. То есть от всей глубины шапки вам нужно отнять несколько сантиметров на резинку. Сколько у вас здесь будет сантиметров, это уже решать вам резинка. Вязать я буду тунисским крючком 5 миллиметров. Вот он у меня такой длинный, двухсторонний. Вот им буду вязать. А начальный набор буду делать крючком 8 миллиметров. Берем дополнительную нить для того, чтобы не стягивался край. И набираем петли. Петли нужно для начала набрать большие, чтобы можно было за протяжки зацепиться. Так, по моим расчетам должно быть у меня 21 тунисский столбик. Значит, я наберу петель, ну, где-то 25 для подстраховки. И так вот набираем большие петли. Ну вот, набрала я петли, сколько мне нужно. Нитку отрезаю. И чтоб не распустилось, зафиксирую. Теперь беру тунисский крючок. И вот здесь у нас набор был. А вот здесь мы цепляемся. И набираем петли. Итак, набираем необходимое количество петель. Вот набрала я петли. Причем вы наберите на одну петлю больше. Вот мне надо было двадцать одну петлю. То есть 21 тунисский столбик. А я набрала двадцать две петли. То есть на одну больше. Для чего это сделано? Чтобы, когда будем закрывать ряд. Вот у меня здесь сейчас двадцать две петли. А когда будем закрывать ряд, мы сразу две петли провяжем вместе. Для чего? Чтобы вот этот угол был острый. И вот сразу две петли провязываем вместе. И получаем один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четыре. Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. И это будет закрываться двадцать первый. Вот. Я вышла на двадцать один тунисский столбик. Итак, провязала я двадцать тунисских столбиков. Беру пряжу другого цвета. И последний столбик закрываю другим цветом. Дальше. Теперь мы должны с одной стороны прибавлять, а с другой будем убавлять. Значит, между первым и вторым тунисским столбиком. Вводим крючок и вытаскиваем петлю. Дальше. Вот у тунисского столбика две ножки. Вот передняя ножка и там есть задняя. И вот крючок надо вводить насквозь между ними. Мы часто вяжем как? За переднюю ножку берем и провязываем. Но я пробовала. Получается очень рыхло. То есть полотно получается тоньше. Поэтому я вязала образец. И вот видите, вот сзади одна ножка есть. А вот здесь передняя. Вот между ними. И надо вводить крючок. Вот. Ну это как петля. Есть передняя половина и задняя половина петли. Передняя стенка и задняя стенка. Точно так же и здесь. И вот так между передней и задней ножкой вводим крючок и вытягиваем. Вот задняя ножка. Видите, вот она. А вот передняя. Вот между ними. И тогда полотно будет более плотным. Так, довязывайте ряд до конца. И в конце я вам покажу. Вот я набрала двадцать одну петлю. раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двадцать, двадцать одна. А двадцать вторую. Вот так. За эти две петли. Двадцать две. А когда мы закрываем, мы два столбика провязываем вместе. И дальше по две петли закрываем. И вот из-за того, что мы сразу в первом ряду два столбика вместе провязали, у нас угол будет острый. Так довязываем до конца самостоятельно. Довязываю ряд до конца. Последний столбик закрыла. И нитки обязательно перекрутите. Вяжем второй ряд. Сначала между первым и вторым столбиком. Затем между передней и задней ножкой. И вяжем точно так же этот ряд. То есть довяжите до конца. Вернетесь назад, закройте. И здесь я вам еще один раз покажу. Довязываю ряд до конца. И вот эти две петли вместе провязываем нитью другого цвета. Причем немножко подтягивайте ее вот здесь, чтобы тут ровно было. И уже вяжем. Набор делаем другим цветом. Вот. Я буду вязать по два ряда. Два ряда цветом шампань, два ряда цветом шоколад. Почему я здесь связала только один ряд? Вот здесь мы делали набор. Вот эта часть, где мы набирали, это будет вот здесь. Вот она. Вот эта часть. И когда мы будем заканчивать, я закончу одним рядом коричневого цвета. Вот здесь у меня один ряд будет коричневый. И вот здесь я один ряд вязала коричневый. Я их сложу, сошью. И у меня получится два ряда коричневого цвета. То есть вот этот ряд соединю с этим. И у меня будет точно так же два ряда. Все дальше вяжем самостоятельно. Вот эта часть у вас будет окружность головы. Вот эта часть, это будет окружность. Вот у меня окружность тридцать восемь. Я уже всех, наверное, замучила этими расчетами. Три сантиметра я убираю на плотность облегания. Значит мне нужно провязать тридцать пять сантиметров вот эту часть. Вот здесь тридцать пять сантиметров. Дальше вяжем самостоятельно. Ну вот, связала я на необходимую мне длину. Закончила изделие одним рядом коричневого цвета. Вот один ряд у меня только. И один ряд здесь. Теперь что делаем. Берем дополнительную нить. Берем в помощь крючок. Вот тут у нас одна петля осталась. Мы закрывали. Вот с нее начинаем набор. И дальше вот здесь изнаночный ряд. Мы закрывали петли. Вот надо в них попадать. Вот из них вытаскивать петли. И надевать на спицы. Вот так. И так мы вяжем до конца ряда. И у нас здесь будут протяжки. Точно так же как и с этой стороны. И вот за эти протяжки. И здесь тоже самое. Будем иголкой сшивать. Значит вы провяжите вот ряд до конца. И вернитесь обратно. И потом петли закройте. Ну вот закрыла я последний ряд дополнительной нитью. И теперь как я вам говорила. Вот так просто складываете. И сшиваете. Вот здесь протяжки будут видны хорошо. Вот эти петли. Вот за эти петли. И здесь за петли. Вот они хорошо видны. И сшиваете. Тоже тем цветом. Которым вы закончили. Так вот у меня здесь. Значит с этой стороны я должна сшивать. Вот этой нитью. И вы должны сшить. Ну и вот такой сног получился. Я сшила уже. Вот шов. Что хочу сказать. Сшивали мы нитью коричневого цвета. Нам ее пришлось обрезать. Вот видите обрезана. Донышко в шапке будем вязать. Той нитью которая осталась от клубка. Поэтому прежде чем начать вязать. Посмотрите какого цвета вы бы хотели иметь донышко. Если вы хотите донышко иметь коричневого цвета. То начинать вязать вам нужно с белого. И этим же цветом будет у нас резинка. Теперь я вам покажу как я буду вязать донышко. Ну а вы уже там сами ориентируйтесь. Смотрите кому как понравится. Вот этой нитью которая осталась. Набираю петли. Можно вязать тунисским крючком на леске. Ну вот сколько у меня тут влезет на крючок по прямому. Ну вот вроде так. Вот набрала. Теперь мы должны если вы вяжете прямым крючком. то нужно взять еще один моток пряжи. Передвигаем на другую сторону. Разворачиваемся. И закрываем. Причем сразу закрываем с убавлением. И дальше я буду как убавлять. Три петли вместе. То есть один столбик я убавила. Опять одну петлю. Три петли вместе. Одну. Три петли вместе. Одну. Теперь разворачиваемся. передвигаем крючок. И переходим опять к той же нитке. Так где у нас тут остановилась. И опять набираем. вяжем крючком. Сколько у вас поместится на крючок. Вот на белом цвете остановилась. Чтоб не забыть. Опять передвигаем. и вяжем этой нитью. Мы здесь один столбик провязали. Сейчас у нас будет три петли вместе. Опять. Один. Три петли вместе. Один. Три петли вместе. То есть мы один столбик в круговом ряду убавляем. И вот так у нас пойдет на убавление. И так вяжем пока не закроем донышко. Вот довязывая до конца. Вот здесь у меня ряд начинался. И начиналось с одного столбика. Вот столбик есть. А эти два мы провязывали вместе. Вот мы в них заходим. И точно так же, как вязали всю шапку, провязываем вместе. Здесь у нас один. Вот здесь два вместе провязывали. Опять один. здесь два вместе. Опять поворачиваемся. Так я остановилась, что у меня был один. Значит сейчас я закрываю. Два. Опять. Один. Два. Один. И опять поворачиваемся. И так закрываем донышко полностью. Ну и вот так шапка получается. Можно ее конечно без резинки оставить. Но растянется этот край. Мы же с вами вязали вот по такому принципу. И делали расчет с учетом резинки. Здесь у нас резинка была. Мы рассчитали. А если вы резинку не хотите, а хотите полностью сюда связать, значит вы делаете расчет полный. Но немного оставьте на донышко. Вот. Как у меня. Значит если вы будете вязать без резинки, эта пряжа форму не держит. Сразу вам хочу сказать. Значит вы с внутренней стороны найдете резинку пошире. Не такую как у меня. Это не так. И с внутренней стороны пришьете широкую резинку. Ну там среднюю, широкую. Вот. И с внутренней стороны пришьете. И она у вас тогда будет держать форму. Край. Ну а я попробую все таки связать резинку. Так. Буду вязать спицами 3,5 миллиметра. И буду вязать пряжи почти такого цвета. Вот. У меня есть пряжа почти в тон. Вот. И вязать буду в два сложения. Резинкой 1х1. Как я буду набирать петли. Ну вот смотрите. У нас петля есть дальняя. Задняя полупетля есть передняя. И за дальнюю я буду набирать изнаночные. За переднюю я буду набирать лицевые. За дальнюю. Изнаночную. За переднюю. И лицевую. Опять. Изнаночную. А здесь лицевую. И так по кругу вяжем резинку на необходимую вам высоту. Ну и вот такая шапка получается. Конечно пряжу можно было бы подобрать более подходящего цвета. Но у меня как назло не было такой. Вот. Но. Мне кажется что без резинки она смотрится намного лучше. Но это уже вам решать. Выбирайте. Вяжите. Фантазируйте. Всего вам доброго. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok